Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет и продолжаем мы изучать книгу «Деяний святых апостолов», читаем вместе с вами 27 главу. И сразу поясню, что здесь идет речь о морском путешествии апостола Павла. Когда у прокуратора порция Феста шли всякие судебные разбирательства, потом царь Агриппа появился с сестрой Вереникой, вот эти обсуждения, Павел выступал и решено было его оставить в вузах, и поскольку он апеллировал к суду Кесаря, то сказано, раз он требует суда Кесаря, то Кесарю и отправится, и решили так и отправить. Это было в городе Кесария, прибрежный город провинции Иудеи того времени. И значит, вот читаем теперь. «Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августого полка именем Юлию». Тут интересно, что прежде всего, когда решено было плыть нам в Италию, вот евангелист, он же деописатель Лука, говорит от первого лица, что нам, мы. Это значит, что Лука лично сопровождал апостола Павла в этом путешествии. Очень трудное было путешествие, и Лука был очевидцем событий, которые он сейчас описывает. И значит, что тут? То, что поручили не только Павла, но и других узников, которых следовало отправить в Рим. А кому поручили? Поручили сотнику августого полка именем Юлию. Конечно, мы не знаем, кто этот Юлий. Ну, знаем только то, что он был сотником. Соответственно, у него сотня воинов. И принадлежал он к августовому полку, то есть особому полку, подчинявшемуся непосредственно римскому императору. Иногда полки туда-сюда, вот, по тем или иным поручениям посылались. И, видимо, нужно было припровождаться обратно. Ну, а может быть, специальное вот такое распоряжение, чтобы они сопровождали узников. Да, ну вот, во всяком случае, они под надзором этих римских воинов. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь, плыть около осийских мест. Адрамитский корабль, это что значит? Это значит, что узников в то время вообще не направляли на каких-то специальных кораблях. То есть не было тюремных кораблей. Кораблей, предназначенных исключительно для узников, а они были, так сказать, попутчиками. В основном все суда того времени, корабли, это были торговые корабли, которые везли какой-то вот груз ценный. С этого груза, соответственно, кто-то вот получал прибыль. Ну, а заодно можно было, кто-то вот нанимался просто вот как попутчик. И заодно, конечно, могли поместить там по распоряжению римской власти узников, перепроводить на этих кораблях. И вот Адрамитский корабль, видимо, из города Адрамита, это область Мессия, малазийская область Мессии, там, где город Троада, то есть западная часть Малой Азии. Поэтому сказано, что намереваясь плыть около осийских мест, то есть между Кипром и Малой Азией, где они должны были проплывать, и, соответственно, корабль должен был там где-то оставлять, вот продавать какой-то вот груз свой, да, а потом нужно было поменять корабль, на следующий пересесть, и вот так вот добраться до Италии. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники, вот так вот упоминает евангелист Лука Аристарха. В то время он среди первых христиан, конечно, был известным лицом. Это ученик, сподвижник апостола Павла. Павел тоже упоминает его в своих посланиях, но сейчас мы, к сожалению, не можем что-то очень подробное о нем сказать. Однако вот Лука, он, делая такую историческую фиксацию, пишет, что вот был в том числе и Аристарх, македонянин. На другой день пристали к Сидону, то есть вот когда отправились, то к городу Сидону, Сидон тоже прибрежный город, где уже места сирийские, вот Тир и Сидон находились рядом. «Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием». Вот это, конечно, удивительное такое дело, что сотник Юлий, он не сторожит так вот слишком щепетильно апостолу Павла, видимо, зная, что, во-первых, он безвинно осужден, во-вторых, он сам потребовал суда у Кесаря, и, соответственно, Павел не был уголовным преступником, в отличие от других узников, которых препровождали на суд в Италию. И поэтому, так как официально обвинений никакого не было, а сам Павел требовал суда у Кесаря, то к нему относились достаточно дружелюбно, ну и, может быть, Юлий просто уважал его как человека образованного, воспитанного и культурного. Отправившись оттуда, из Сидона, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров, то есть, так как это время уже, ну, видимо, это был сентябрь, и ветры уже появлялись противные, и поэтому сначала пристали к Кипру. И переплыв море против Киликии и Памфилии, это Малайзийские области, причем получилось так, что Павел, он как раз вот плывет вдоль тех мест, где он проповедовал, где он неоднократно бывал, где многие через него обратились ко Христу, утвердились церковные общины, и вот, проплывая эти места, наверняка он размышлял о том, как же сейчас там живут христиане в устроенных им церковных общинах, то есть, это путешествие, оно могло сопровождаться такими размышлениями, воспоминаниями апостола Павла. Значит, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в миры Ликийские. Город известный, потому что именно там впоследствии просияет чудесами и святостью святитель Николай Чудотворец, которого поэтому поминаем мы в тенях, как архиепископом Мир Ликийских, или Мир Ликийским чудотворца, так его поминают, вот там вот впоследствии будет жить, область это Ликие, а город называется Миры. Туда прибыл апостол Павел вместе со всеми, кто на корабле, там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Получается, что вот именно здесь они уже меняют корабль, то есть плыли на попутном корабле, и получается, что здесь корабль из Александрии. Ну, Александрия, она была, рассматривалась как житницей пшеницы, разных зерновых культур, и она кормила всю империю римскую, поэтому постоянно из Александрии направлялись корабли, наполненные пшеницей, и может быть, вот сюда, вот в Малую Азию как раз завезли, может быть, еще чем-то торговали, может быть, какие другие причины противными ветрами занесло, но так или иначе, здесь можно было сесть на этот корабль и дальше направляться уже в Италию. Медленно плавая многие дни, и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Тут, я понимаю, что не всем известно наименование, какой-то Книд, да, какой-то Салмон, но, по крайней мере, остров Крит уж точно всем известен, и пусть это будет главным ориентиром. Пробрав же с трудом мимо него, мимо Салмона, прибыли к одному месту, называемому Хорошие Пристани, близ которого был город Лосея. Это все связано с Критом. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, ну, прежде чем скажем, что именно Павел советовал, зададим с вопросом, а что это вдруг за пост такой вот упоминается? И, в общем, конечно, разные мнения встречаются, но, судя по всему, здесь упоминается уже такой вот устоявшийся, в ветхозаветной, ну, и соответственно, и потом иудейской культуре, пост в середине сентября, Йом-Кипур, это день очищения, когда совершался такой вот строгий пост, разные обряды, и, соответственно, вот этот день, он, ну, немножко вот обозначал, что навигация заканчивается, что дальше плавание уже будет затруднительно, так как могут противные ветры подниматься, и на целых полгода не рекомендуется какие-то, ну, по крайней мере, длительные такие вот путешествия морские. Да, вот этот пост и имеется в виду. И вот Павел советовал, говоря им, мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом, не только для груза и корабля, ну, и для нашей жизни. Павел, он был человеком опытным, в каком смысле? Он уже неоднократно участвовал в путешествиях, он, конечно, знал, когда завершается навигация, когда она открывается, и уже они испытывали некоторые трудные, он говорит, что лучше, конечно же, провести зимовку на этом месте, вот где остановили, слава богу, доплыли мы до этого места. А дальше вот, ну, нежелательно нам плыть, кроме того, мы знаем, что несколько раз апостол Павел уже терпел кораблекрушение, ну, в целом, вот в своей жизни, вот из его посланий мы знаем, что трижды он, по-моему, подвергался такой опасности, поэтому он считал, что лишний раз рисковать не стоит. однако сотник ему возражает, но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. То есть, был вот сотник, как представитель вот этих римских воинов, охранявших заключенных, а были также те, кто управляли непосредственно кораблем, это вот начальник корабля и кормчий. И они советовали отправиться дальше. А почему? Вот дальше поясняется. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. То есть, вот эти вот хорошие пристани, видимо, название не очень соответствовало содержанию, и не настолько это были, то уж пристани и хорошие. И начальник корабля считал, что лучше отправиться вдоль берега острова Крита к более лучшим пристаням. И там можно закрепить корабль, да, и перезимовать. А уж перезимовать, представьте, это почти полгода придется, достаточно долго. А вот тут вот, мало ли, какие-то ветра, там, штормы, как бы судно не разбило. И вроде как было, значит, ну, сейчас мы будем читать, как бы благоприятные такие природные условия, погодные условия. И поэтому посчитали, что лучше отправиться сюда, да и многие это советовали. То есть, видимо, было такое подробное обсуждение. Подул южный ветер. Южный ветер, это теплый такой благоприятный ветер. И они, подумав, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Ну, вот, то есть, вот совсем рядом. Что мало ли, вдруг, если подымется буря, то можно будет где-то пристать. Правда, еще место надо найти, куда пристать. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Северный ветер, который в данном случае получает, они плыли с юга от Крита, с южного побережья. И получается, что вот как раз вот со стороны Крита, с горестой местности, вот как раз подул вот этот северный ветер. Буря стала подыматься. Значит, ветер бурный, сказан, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противостоять ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И корабль начинает уносить открыто. Поэтому не получится им пристать там, где они хотели для зимовки. И возникают обстоятельства, в общем-то, угрожающие жизни. И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Здесь имеется в виду, что вот сзади корабля, сзади корабля, специально привязывалась лодка спасательная, на которой можно было там отплыть или приплыть, если вдруг нужно было. И, в общем, они могли ее потерять. Правда, чем в конце концов закончится судьба этой лодки, мы скоро узнаем. Но вот сейчас, по крайней мере, уже возникла такая опасность, подняв ее, то есть лодку, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Значит, для чего это сделали? Так как ветер бурный, и корабль начинает метать туда и сюда, то его могло просто разорвать на части. Поэтому, чтобы не разодрано было судно, стали вот обвязывать, были специальные места сверху, где вот можно было все это скреплять, чтобы покрепче, как такая цельная конструкция, держался корабль. Боязнь, чтобы не сесть на мель, спустили парус. Ну, потому что, если ветер бурный дунет, то очень быстро куда-то можно залезть на такую мель, что оттуда обратно уже просто не слезешь. И таким образом носились. На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать груз. А на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Получается, что вот корабль, представляете, он везет с собой пшеницу. Это основной груз. А тут настолько угрожающие вот эти штормы, что уже все перепугались за свою жизнь, и нужно было как-то облегчить корабль. И людей-то еще много, к тому же, на корабле. Мы узнаем скоро, сколько их там было. Под 300 человек, ну, чуть меньше. И, значит, как быть? Решили выбросить груз. То есть, вся вот эта вот пшеница, которая предназначалась для продажи, была выброшена. Я не знаю, существовало ли тогда страхование морских путешествий. Если да, то, конечно, те, кто потеряли этот груз, они потом получили компенсацию. Если нет, то, значит, никто ничего не получил. Во всяком случае, груз был выброшен. А на третий день сказано, мы побросали с корабля свои вещи. То есть, у каждого было какое-то собрание своих простых вещей, да. И поскольку человеку было 276 душ, как впоследствии будет сказано, то это тоже составляло какой-то груз. И, в общем, все вынуждены были бросить основные свои пожитки, лишь бы вот, чтобы корабль не был таким тяжелым, как до этого. Но, как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то есть, такая мгла, что ничего не видно, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал. И вот тут Павел произносит очень значимые слова. Он выступает уже как духовный лидер, который способствует спасению находящихся на корабле. Причем всех, и там, иудеев, и римлян. Ну, иудеи, может, кто-то и был, но в основном это римские граждане, которые вообще не имеют отношения к вере в единого Бога. Что же говорит Павел? Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. И Павел произносит все это очень убежденно, его с недоумением слушают, и он открывает и говорит прямо. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь. То есть Павел обращается к язычникам, они-то многобожники, да, и тут особо нет возможности так вот подробно проповедовать, потому что, ну, буря, корабль-то носит туда и сюда, и, в общем, не до проповеди, Павел говорит по существу. И он поясняет, что вот явился ангел Бога, которому он служит, и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаре, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано, нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». Вот тут мы встречаемся с таким уникальным свидетельством, что Павел, он сподобляется особого созерцания, видения ангела, причем надо понять, что вот действительно не могут быть эти видения и явления какими-то заурядными. Вот просто так вот помолился человек, да, и ему явился, и кто-то там явился, ангел там или небожитель какой-то, или сам Господь что-то открыл. Это бывает в исключительных, экстремальных обстоятельствах, когда действительно жизни угрожает опасность, и когда молитва, вот она идет от самого сердца. Вот когда молитва от самого сердца, да, то Бог действительно может явить какое-то чудо. А таких случаев не так много бывает в нашей жизни, и молитва не всегда такая горячая, но вот в этом экстремальном случае действительно ангел является апостолу Павлу и убеждает его, что никто не погибнет, а погибнет только корабль. То есть фактически предсказана действительно дальнейшую участь всех находящихся здесь, и при этом сказано, что Бог даровал тебе всех плывущих с тобой. Ну, казалось бы, Павел он узник, то есть он подчиняется и сотнику римскому, да, он подчиняется начальнику корабля, там, и кормчему, а в духовном смысле может быть наоборот. В духовном смысле они зависимы от него, почему? Потому что он ближе к Богу. Кто ближе к Богу, да, тот и может ходатайствовать пред Богом, а тех, кто вот дальше находится. И, соответственно, вот эти люди, они в духовной зависимости от апостола Павла. И ему они дарованы, потому что он молится за них, он ходатайствует за них пред Богом. И вот он предсказывает, он выступает еще и как прозорливый человек, вот как и было открыто, что нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров. Не знает на какой, но точно на какой-нибудь. В 14-ю ночь, как мы носимы, были в Адриатическом море. Ну, Адриатическое море, конечно, в древности, оно, там, по сути, это ионическое море, но наименование Адриатического, оно относилось от, из Италии, от острова Мальты, и вплоть до востока Греции. И, соответственно, так вот здесь сказано, скорее всего, это все-таки ионическое было уже. И смотрите, как долго уже, 14-я ночь, да, как они вот в этой буре носятся. Около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. А как догадываться? Может быть, много признаков, там, или птицы какие-то летят, да, вот, значит, рядом берег, или там как-то по-другому волны плещутся. Много может быть у моряков таких признаков, они очень чуткие люди. И, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом, на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 сажен. То есть, становится меньше. Ясно, что приближаются к какому-то острову, к какой-то земле. Но, если они приближаются, то, соответственно, могут и сесть на мель. Земля же все ближе. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. То есть, предприняли такие меры предосторожности, чтобы спасти судно. Ну, потому что иначе все погибнут. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля, вот тут неожиданно описывает Лука, когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа. То есть, вот та самая лодка, которая они, которая вначале сзади плыла, потом они ее подняли, обвязывали они весь корабль, потом, вот, значит, бросили якоря, и теперь они хотят эту лодку спустить, чтобы на ней убежать. Ну, потому что поняли, что рядом земля, а так как страшно оставаться до утра, да, вдруг там корабль совсем разобьет здесь, и тогда все погибнут, лучше убежать с корабля, уплыть самим и оставить всех, кто там, и этих легионеров, и этого римского сотника, уж тем более узников. Ну, и Лука, евангелист, вместе с ними. Так бы и не было написано ни Евангелие от Луки, ни книга деяний. И вот они это пытаются делать. Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. А почему так? Ну, это очевидно, ведь сотник, он не умеет управлять кораблем, тем более римские воины, они специалисты в своем деле. И бескормчиво, без моряков, не удастся вот направить как-то судно, даже если относительно недалеко земля, до нее надо добраться. И доплыть вручную, ну, это мало кому возможно, если очень это далеко. В общем, надо оставлять моряков на судне. Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. В общем, сотник он, видимо, был человек сообразительный, как только Павел ему сказал, то он быстро направил воинов, и те, особо не церемонис, просто обрубили вот эти веревки, и лодка упала, и, в общем, судно остается без лодки. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня 14 день, как вы в ожидании, остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни. «Ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». То есть Павел уже вторично их укрепляет своим словом и говорит, что надо еще и тела подкрепить. А почему так? Потому что если человек, ну, представьте, две недели ничего не ел, ну, понятно, почему не ел. Стресс. Стресс, да. Ожидают возможной смерти, какая уж тут пища. Но Павел-то уже знает, ему открыто, никто не погибнет. А чтобы спастись, нужны телесные силы. Поэтому подкрепитесь, говорит он. У вас и волос головы не пропадет. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. То есть Павел дает личный пример. Он сам лично вкушает пищу и при этом он следует вот традиции уже, ну, в общем-то, известные, она и ветхозаветное время уже сложилось, когда молились перед вкушением пищи, благодарили Бога за неспослание хлеба насущного, потом прилавляли хлеб и вкушали. Это не таинство Евхаристия, но это вот трапеза, которая сопровождалась молитвой. Тогда все ободрились и также приняли пищу. То есть, вот личный пример Павла, он склонил и других вкусить пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ, то есть, достаточно много. Это имеется в виду вот сотни римских воинов, да, вот с корабельщиками и уже сами узники, и те, кто сопровождали Павла. Не очень много, по крайней мере, вот двое точно, Аристарх и Лука. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. То есть, получается, что все-таки тут даже вот, видимо, вот как. То есть, когда мы упоминали первый груз, первый груз, видимо, это все-таки была еще не пшеница, а какой-то груз, который, ну, обычно вот находится на корабле, дополнительные, может быть, какие-то товары, то есть, видимо, пшеницу все-таки они пытались сохранить до самого последнего момента, как самое ценное, что было на судне, и поскольку стало понятно, что спасти уже не удастся, вот все-таки выбрасывают, выбрасывают все, что есть. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлоги берег, которому и решились, если можно пристать с кораблем. Здесь, получается, вот борются за жизнь, и все очень так тонко балансируют, здесь вот все выброшено, чтобы не было лишней тяжести, чтобы вот не сесть на мель, как можно ближе подойти к земле. А усмотрели они вот залив, да, отлоги берег, то есть, это далеко достаточно. И подняв якоря, пошли по морю, и развязав рули, и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Получается, что вот если бы корабельщики тогда сбежали, да, то они бы доплыли на лодке к берегу, а вот те, которые на судне, уже нет, не смогли бы. И поскольку расстояние было все-таки очень большим, то просто бы они погибли. Но корабль тоже не смог прямо вот непосредственно к берегу доплыть. Сказано, попали на косу, и корабль сел на мель, нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. То есть, волны сзади бьют, да, понятно, что через какое-то время просто-напросто корабль развалится, и уже ничем ему не поможешь. И дальше что? И тут вдруг то, значит, там колебались вот эти корабельщики, у них такие вот в общем некие шоковые решения были, да, из страха удрать. А тут теперь вот колебания у римских воинов. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплыв не убежал. Потому что римские воины, они отвечали головой за тех, кого стерегли, и если бы они потом выжив, отчитывались у своего руководства, что вот так, мол, и так, все там разбежались, то, значит, тогда бы казнили этих воинов. Поэтому для них, ну, в общем, как они могли бы сказать, что, ну да, вот наш корабль попал в бурю, и вот потом сели на мель, а потом они могли сказать, что узники хотели воспользоваться вот этим замешательством, подняли бунт, решили бежать, и мы вынуждены были их умертвить, и могли даже составить протокол, ведь кто еще там подтвердит. Ну, по крайней мере, все умершлены, и потом нигде там не объявится какой-то беглый, пропавший с этого корабля узник, и тогда бы опять казнили там воинов, а тут они просто всех умертвят, скажут, что те пытались поднять мятеж, убежать, и мы вынуждены были их умертвить. И вот они согласились было умертвить узников, но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения. Вот это интересно, что сотник, видимо, беседовал не раз уже с Павлом, да, и Павел поражал его и своим интеллектом, и прозрениями, и вот тут, конечно, вот эти откровения от Бога, которые давались, явно, что они воспроизводили впечатление, что не какой-то простой человек, а все-таки особый человек. Поэтому сотник Юлии, он, конечно, решает спасти, ну, не только Павла тогда, а и всех. И он удерживает воинов от этого намерения и велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю. Прочим же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. были, конечно, там и доски, разные деревянные предметы на судне, поэтому удалось спастись. Не все умели плавать, надо сказать. Вот иудеи, они, в общем-то, были не очень такими способными мореплавателями, не все из них умели плавать, но вот, как бы там ни было, все добрались, все добрались до берега, все выжили, и вот это вот предсказанное ангелом Божиим, открытое Павлу, то, что он высказал и воинам, и морякам, все это исполнилось. Вот на этом 27 глава завершилась, и у нас останется уже последняя глава, которую мы с Божьей помощью тоже прочитаем, рассмотрим. На этом мы завершаем, и храни всех Господь Бог. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok